доброе утро дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о крещении в духе святом мы говорим об аспектах говорения на иных языках и мы говорили о том что это знамение того что мы крещены мы говорили о том что молитва на иных языках это когда мы позволяем духу святому ходатайствовать за нас и сегодня я хочу поговорить о третьем аспекте говорения на иных языках как даре святого духа смотрите что пишет павел в первом послании коринфянам в 12 главе 7 по 10 стих но каждому дается проявление духа на пользу одному дается духом слово мудрости другому слово знания тем же духом иному вера тем же духом ему ному дары исцеления тем же духом иному чудотворения иному пророчества иному развлечения духов иному разные языки иному истолкование языков есть еще несколько мест писания в римлянах например где также говорится о том что говорение на иных языках это дар духа святого что имеется ввиду богословы относят говорение на иных языках к блоку пророческих даров когда человек говорит пророческое слово на незнакомом для окружающих языке но этот дар он уникален тем что он никогда не работает сам по себе этот дар уникален тем что он работает исключительно в паре апостол павел говорит что если у тебя есть желание говорить но ты не имеешь рядом кого-то кто может истолковать молчи в церкви вот когда мы говорим о даре говорение на языках как пророческом даре то в обязательном порядке его должен сопровождать дар истолкование языков и на мой взгляд это должен быть немного другой человек один пророчествует говоря на языках другой истолковывает и это пророческий дар когда дух святой который живет внутри тебя он побуждает тебя начать говорить на ином языке некоторые спрашивают зачем это нужно у меня нет исчерпывающего ответа я могу предложить только лишь собственное мнение на эту тему я уверен что это привлекает внимание слушателей это немного режет слух немного даже коробит нас но заставляет прислушаться к тому что говорят очень часто это просто необходимо когда идет какая-то совместная большая молитва и нам просто некогда услышать говорящих и и и Субтитры подогнал «Симон»